Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездный гость»! Я Дмитрий Пьяваров. Приветствуем вас в начале замечательной февральской недели. Сегодня у нас такая игривая тема, называется «Вот это номер». Ассоциации самые разные. Может быть, это и газетный номер, может быть, кухонный, а может быть, и творческий. Сегодня мы говорим о молодежном симфоническом оркестре Республики Татарстан, которому в этом году исполняется 5 лет. Уже 5 лет. Совсем недавно, казалось, мы снимали первый репортаж об этом коллективе. Тем не менее, сегодня уже 100 человек, одаренных детей, и нервы, и драйв, и поиски новых материалов продолжаются. Сегодня в гостях нашей программы художественный руководитель коллектива Светлана Лось. Светлана Геннадьевна, доброе утро. Доброе утро. И Тимур Сабиров, солист оркестра. Итак, 5 лет вашему коллективу, даже уже бэби какой-то коллектив планируете делать, да? То есть вы все кипите, горите. А что дали вам эти 5 лет? Ну, 5 лет – это достаточно много, особенно когда это дети. Через наши руки уже, вы правильно сказали, прошло более 100, наверное, человек, потому что детский коллектив – это всегда текучка. Это приходят маленькие, уходят старшие. В настоящий момент у нас 80 человек, и за 5 лет у нас есть, конечно, определенные достижения коллектива. Мы трижды становились лауреатами международных конкурсов. Мы съездили на конкурс имени Моцарта в Прагу, где получили первое место. Мы съездили в Тоскану, в Италию, где стали лучшим коллективом на фестивале оркестров и хоров. Последняя наша поездка состоялась в Чехию, где мы получили и первое место, и гран-3 на международном детском конкурсе фестиваля «Праздник весны». И вот по итогам этого фестиваля нам еще дали грант в 4,5 тысячи евро, за счет которого мы 22 марта уезжаем в Париж, в Диснейленд, где будем выступать с сольным концертом в Диснейленде. Скажите, а вот трудно ли заставить? Не мне вам говорить, что кто-то из детей делает занятия с музыкой весьма охотно, а кто-то из-под палки. Мы никого не заставляем. Оркестр – это как раз та отдушина, куда дети ходят с удовольствием, где они вместе музицируют, где они понимают, ради чего они учатся в музыкальной школе, они испытывают вот этот драйв, когда они выступают на больших концертных площадках, они испытывают любовь к публике, овации. Тимур, а у тебя первые ощущения от выхода на большую сцену? Какие были, когда они были? Оркестр играет на очень высоком уровне. И, конечно, перед выходом на сцену небольшое волнение есть, но постепенно с ним справляюсь уже за два года. Вот. И, в принципе, мне очень нравится. А кто вас, извините, упаковывает, одевает? Потому что все достаточно стильно одеты. Я не первый раз слушаю ваш коллектив. Да, да. Играют на хороших инструментах, новеньких. Нам приобрели новые инструменты, достаточно дорогостоящие, румынские скрипки, японскую флейту, два электропьяно. Мало того, если сначала нам приходилось сидеть на пластиковых стульях, то сейчас у нас очень удобные испанские раскладные стулья, стационарные пульты, и мы репетируем в прекрасном зале, только что отремонтированной пятой музыкальной школы. То есть материальная база у нас сейчас очень достойная. Тимур, а у тебя много гастролей было в твоей жизни? В основном с оркестром, также гастролировал индивидуально, то есть давал сольные концерты, давал концерты с оркестром. А какой вообще музыкальный материал сейчас осваивать? Я знаю, что постепенно оркестр усложнял свой репертуар, да? Начинали с каких-то простеньких историй. Сейчас вот в какой творческой стадии находятся ваши ребята, и что они уже могут сыграть сейчас? Ну, достаточно сказать, что вот сейчас, 14 января, было открытие пятого концертного сезона, и в рамках проекта Александра Столотковского «Достояние республики» мы играли сольный концерт, и мы играли семь частей из кармен-сюиты «Безощедрина». Это считается очень сложное произведение оркестровое, но мы очень достойно, на мой взгляд, это все сыграли. Спасибо. Спасибо, но Тимур у нас сидит с музыкальным инструментом, и я думаю, что без хорошей мелодии с утра мы его не отпустим. Что сыграешь? Какую вещь? Произведение Джонни Мэнделла «Чень твоей улыбки». «The shadow of your smile» вот это, да? Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, это был номер от Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан, который в этом году отмечает свое пятилетие и готовится выступить в Парижском Деснейленде. В гостях программы побывала художественная руководитель коллектива Светлана Лось и солист Тимур Сабиров. Наша программа продолжается.